Даргавс Даргавс Костя очень волновался У него руки были мокрые Да? Да Спасибо Хотите зайти уже? Да Сейчас они выйдут Хорошо Хорошо А там закрыто? Да, да, да Но они с десяти работают С десяти Да? А время только девять Спасибо Доброе утро Протите ходить? Да Держите Все, официально зашли ли? Я думал В принципе, это не просто Даргавс Это комплекс склепов в форме домиков Здесь около 95 сооружений В которых покоится более десяти тысяч человек Склепы многоярусные С окошечками Застроены в хаотичном порядке Людей здесь захороняли просто в открытом виде То есть не как у нас Позже начали использовать Одневидные колоды Такие небольшие лодочки На одного человека Причина построения этих домиков Скорее всего в отсутствии земель Для захоронения в горах А также в религиозной традиции В склепах сухо А значит все предметы и тела Хорошо сохранились С чем были найдены более 1600 предметов Керамика, стекло, посуда, одежда, обувь Все что угодно Однако общая доступность склепов Способствовала их разграблению И в настоящее время Этот местный центр туризма Здесь даже есть гостиница Ход стоит около 100 рублей Хотя мы думали, что это абсолютно бесплатно Ну и территория охраняется охранниками Сделано это было в связи с Со случаями вандализма со стороны туристов Потому что люди вырывали кости Фотографировались со скелетами Черепами в руках Представляете? Выставляли черепа возле склепов Для офигенных фоток Сейчас охрана предупреждает Что ничего трогать нельзя А уносить тем более Вот так вот Киса Остались мы здесь? Остались Остались После Дергавса мы поехали смотреть поселок Кармадон Согласно описаниям существуют два вида горячих источников в Кармадоне Верхний и Нижний Верхний расположен далеко в горах Идти туда долго и тяжело А из-за частых лавин в этих местах еще и небезопасно Нас отговорили туда ехать Ace of Wands Которые уже побывали там Но если вам интересно посмотреть То они показывали это место у себя в инфтаграме Нижние ванны находятся вблизи поселка Кармадон И мы решили что если увидим нижние ванны То может быть искупаемся в них Хотя по описанию это тот же самый источник Но бежит он через обычную домашнюю ванну В общем пишут что это совсем не интересно Ездим в поисках термальных источников Кармадонские ванны Викочка пошла смотреть Похоже не нашла Мы искали кармадонские минеральные источники Ванны И их не нашли Потому что на карте нигде не отмечены Связи здесь нет И в общем наверное останемся без них Обидно Будет повод вернуться Непонятно Ничего не понятно Есть там что-то или нет Не видно Просто рука бежит Значит поедем дальше Обратно мы поехали уже по другой дороге Более простой и короткой вдоль реки Геналдо Заодно появилась возможность посетить место с хода ледника Кока Который унес жизнь съемочной группы Сергея Бодрова Именно здесь сошел ледник кажется в 2006 году И здесь погибла съемочная группа Сергея Бодрова В Даргавс мы приехали через перевал со стороны верхнего Феогдона Так как где-то вычитали якобы что другой дороги сюда нет Через перевал ехали в темноте и местами по снегу В общем максимально некомфортно Обратная дорога оказалась гораздо короче и проще Но там и красивых видов было поменьше Ну все мы посмотрели все что мы планировали посмотреть И теперь мы едем поесть самые лучшие в мире бургеры Как сказала мой коллега Так что посмотрим что он там нам советовал Костя похоже от того что налевал горячую воду бутылкой жалось и там не 2 литра Как минимум полтора Косуня ты устала ждать? Трубочка-то маленькая Наелась? Нет? Нет? Серьезно не наелась? Я обжарался Ну пусть я наверное выперел такой Да он огромный был а очень маленький Засъел его почти быстрее меня Самый лучший в мире бургер Можно попробовать По крайней мере там очень прикольно Ну там прикольно да Если вот такая табличка к нему огромная конечно Мне кажется нельзя делать такие таблички Костя Не знаю Ну а после Владикавказа мы отправились в город Грозный Оргенальный центр Чеченской Республики У нас от него были особые ожидания И мы давно хотели в нем побывать Ты приехала? Поша Открывай Ну там дом круглый Что скажешь? Скажу что мне нравится Как Москва-Сити? Да О как ярко Это вообще крыша оказывается Где Connectик И об 마무노 Даже прогулка Молит Молит Грозный не похож на остальные города страны, на города Кавказа тоже не сильно похож, он другой. Тут свои обычаи, правила, другая атмосфера. У местных жителей совсем другие приоритеты и привычки. Вот так подходишь, будто бы там ничего нет, и страшно, нет? Нет? Не страшно. Вот так необычно все это ощущать. Мы с Костей идем и думаем, может быть, все люди спешат, потому что нужно идти срочно на молитву. Интересно вообще надо почитать, что делать, если ты в дороге или ты едешь в этот момент куда-то. Это нужно потом будет отмолиться? Мне кажется, надо остановиться сразу. А почему они не остановятся? Мне кажется, они ищут парковку. Это очень интересно. Мы когда первый раз приехали в Дагестан, мы так много всего узнали, и это гораздо интереснее, чем прочитать. А в живую увидеть это вообще так прикольно и интересно вообще. Круто. Я пойду в халют, которые они смотрят. С hell, а я. Я пойду в это. Я пойду в халют. Я пойду в халют. Я пойду, я пойду в халют. Я пойду в халют. Субтитры делал DimaTorzok А потом нам ехать вот сюда Давай решим куда поедем Я не хочу сюда Почему не хочешь? Вот сюда поедем А что тут тебе не нравится? Вот сюда поедем Сюда? Да Всё, поехали Ты что, хотела что это поезд? Блин, а так хотелось Не смешно Просто, может, задолбали уже просто Расскажи, что здесь нет Макдаков И QFC Да, тут есть другие бренды Но нет Макдаков и QFC Да Ни одного Вообще Ну и ладно А ещё есть аквапарк Расскажи про аквапарк Костя, ну это... Короче, в аквапарке нельзя... Ты скажи вначале, зачем нам аквапарк? Потому что мы хотим помыться и чего Мы любим пользоваться аквапарком, чтобы сходить помыться Не тратить воду и разнообразить время А тут немного облом Ну не облом, мы завтра пойдём Ну завтра пойдём История такая, что, естественно, это Мусульманская Страна, хотела сказать Регион Где Раздельно должны мыться женщины и мужчины Ну не то, что мыться, а вообще Принимать ванны Поэтому Здесь есть отдельно мужские и женские дни Вот, а понедельник это День туриста Совместный день Где можно вместе ходить Семейно путевается И только для туристов Можно мыться Не мыться, а быть Вместе с мужчиной и женщиной Я так понимаю там Провиску проверяют или что-то такое Я не знаю Ну может быть Может быть А ещё там нельзя фоткаться И вообще нельзя ничего с собой брать Там есть специальный один телефон на весь аквапарк На который тебя сфоткают на фоне стены Чтобы никто больше в кадр не попал Ну почему на фоне стены? Просто Ну мне кажется, чтобы никто не попал Надо фоткаться на фоне стены Ну просто сфоткают как без людей в общем Короче, да, вырежут просто всех вокруг Вырежут Костя Смешно Смешно В общем, фоток и видео из аквапарка не будет А хотелось Да Лучше вот какая библиотека здесь Вот какая библиотека здесь Люди очень любят читать Мне кажется, люди просто очень любят красиво строить тут очень много такого И магнита тут похоже тоже нет И пятёрочки нет А в остальных магазинах надо просить водичку Ух 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 Всё, мы пришли домой Сейчас вместе Мы Получается И там Вы же с нами сегодня вместе Весь день уже были Мы и тут И тут И тут А потом сюда А потом туда И кажется, что день такой длинный и такой насыщенный И сейчас времени всего семь часов Угу Это получается, что у нас ещё Мы обычно 12 уже всё ли в час Ещё Куча времени Ещё очень много времени Но Силушек Нет Если бы были силы То мы бы ещё пошли куда-нибудь Я уверена в этом Получается Здесь по Грозному прогуляли где-то Пять часов наверное Да Пять часов Четыре Мне вообще очень сильно понравился Грозный Я и примерно это же от него ожидала И он наверное даже превзошёл все мои ожидания И я рада, что мы будем здесь ещё четыре дня И сможем ещё посмотреть что-то А потом поедём в Дагестан Да Пойдёмте чай пить Всё Мы пошли пить чай Мы купили специально такую штуку, чтобы не тратить много газа Когда Именно вот здесь вот открываешь Такие прошаренные Пойдёмте посмотрим наш свет Мне он очень нравится Я надеюсь сейчас Никто не стоит Мы закрошим свет пока Никто не стоит Сейчас хранивовка и ситуация Когда ты открываешь двери А там кто-то стоит и И А ты просто из грузовика Из фургона выходишь Ну потом окно будет Будем выглядывать заранее Да Вот сейчас например Чувак такой типа Что произошло Ладно я свет выключил Да Чуть-чуть Да капельку Ну что это такое Ах ты маленькая Зефирку хочешь опять Да мы тут опять что попало едем Кисуня Вот вы спрашивали как Кисуня у нас ходит в туалет Вот Вот Мы всегда Тихо Разговариваем когда она ходит чтобы не испугнуть ребёнка Такая умница у меня такая хорошая Кисуня Соня Да На всякий случай Потом она у нас по столам ходит Все побежала на стол Мы тут с ребятами недавно обсуждали Куда поехали Обсуждали у кого сколько ну венлайферами У кого сколько туалет хватает И выяснилось Вот кстати она сидит на столе Чтобы вы понимали Только что была в туалете Вот такая вот у нас антисанитария Мы выясняли у кого насколько хватает биотуалет Как выяснилось мы Самые любители туалетов Потому что у них хватает до 10 дней Представляете До 10 дней А у нас всего ровно на 3 дня 3-4 А у них 7 Да Типа на четвёртый день уже там переполнено Объём одинаковый Скорее всего Да объём полностью одинаковый И скорее всего это Кисуня у нас просто в него Просто не находится Вот Просто мы видим Я прям много смываюсь Сдавливаю Ну я думаю для людей Которые в сфере туалета Про собой не разбираются Это вообще вся история Непонятно Абсолютно Но Ну в общем знаете У нас в туалетах куда-то мало И у нас просто Повод для общения Когда собрались в кругу У костра венлайфера Да Да Мы туалетные короли короче Куда выливаем Вот многие спрашивают Куда мы выливаем белый туалет Я вам покажу Я покажу Я покажу Засними И потом покажу Сегодня так тепло Даже наверное Печку не будем пока включать Перед сном включим А первые Предыдущие два дня наверное да Мы спали просто ночью Все с печкой Потому что было минус десять Конкретно так А сейчас тут вообще тепло Так что вот пришли И даже печку включить не хочется Кис Ты любишь там сидеть на полочке Да Маленькая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok